А американцы, как главный главод, они тоже не идиоты, они понимают, что пан Зеленский, он уже отыгранная карта. Они просто сейчас между собой гадают, на кого бы его сменить. Но если по-большому, вот так вот на весах взвесить место и роль Лукашенко в современной истории, даже на всем постсоветском пространстве, я считаю, что это один из самых эффективных президентов страны, которые, вот это очень важно, которые работал всегда на интересы своего народа. Да, в Америке это вообще один из элементов так называемой политической культуры. Слово культура я беру в большие жирные кавычки. У них убили уже ни одного президента. И покушения были тоже ни на одного президента. И потом тут надо иметь в виду, что для Трампа в подлунном мире существует два непримиримых врага Америки. Китай и Иран. Все. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Этот год уже почти закончился, и он получился таким в каком-то смысле, наверное, неожиданным на различное событие. Например, вспыхнул застарелый конфликт между Палестиной и Израилем, который находился в такой дремлющей, наверное, стадии более полувека. А как вы считаете, есть ли предпосылки к тому, что этот конфликт закончится в следующем году, или он снова вернется в эту дремлющую стадию, в какой он находился? Ну, мне трудно сказать, просто надо иметь в виду, что изначально этот конфликт был заложен в момент образования государства в Израиле. Потому что с самого начала не была исполнена в полном объеме та резолюция, которая принималась в 1948 году. О создании на территории Палестины двух суверенных государств. Я напомню, что после Первой мировой войны эта территория Османской империи была. Османская империя приказала долго жить. И на части территории бывшей Османской империи, в частности, в Передней Азии и Ближнем Востоке, были созданы подмандатные территории. Какие-то территории Франция, например, тоже Сирия, а какие-то территории Египет, Палестину получили британцы. Британия тягает власти своим мандатом. Почему? А потому что против британской администрации есть довольно активные террористические действия. Причем, главным образом, со стороны именно еврейских боевиков. И после окончания войны, когда начался распад британской империи, она, в общем-то, сама желала отказаться от этого мандата. Плюс тут совпали интересы таких великих держав, в частности, Советского Союза и Соединенных Штатов. Соединенные Штаты хотели добить могущество британской империи, а Советский Союз хотел вставить шпильку застаревшим арабским монархиям и создать такой революционный очаг, полно говоря, на Ближнем Востоке. Это одна из целей создания Израиля, как вот сейчас установили целый ряд историков. Хотя там были другие цели, у Советского Союза, в частности, у Сталина, но одна из целей была именно в этом. Ну и с момента образования Израиля начались арабо-израильские войны. Понятно, что они происходили свои пики. Эта война связана с советским кризисом в 1956 году, в которую активно ввязались французы и британцы с участием Израиля. Затем эта война 1967 года, затем эта война 1973 года, ну и так далее, и так далее. А то, что там постоянно тлели вот эти вооруженные конфликты, ну, это бабки не хотели. А с чем это было связано? Не только с тем, что так и не было сквозно полноценное политическое государство, но истинно, что Израиль все это время захватывал новые территории и строил на этих территориях поселения. То есть, де-факто, он совершал агрессию против народа Палестины и скукожил территорию, возможно, у палестинского государства, но до практически полной ее оккупации. Это вызывало соответствующую реакцию. Причем я замечу, что у нас мало кто знает, что КамАЗ-то создавался руками самих израильтян и американцев. Изначально же это была некая благотворительная организация, которая потом превратилась в политическую и военизированную организацию. Для чего они делали это? По принципу разделяя властвую. Это в пику ООП, то есть Организация Освобождения Палестины, ясера Арафата, с тем, чтобы представить дело таким образом, что это движение, то есть движение Арафата, не является выразителем интересов всего палестинского народа. Ну и, как известно, они же вскормили, что называется, цепного пса. Вот, и этот цепной пса потом сорвался с поводка. Усама бен Ладен. Аналогично. Американцы создавали цепного пса, а потом он сорвался с поводка. Так что все старого как мир, что называется. Поэтому я думаю, что там конфликт этот будет плеть, либо до создания действительно какой-то полноценной палестинской государственности, во что я не верю от слова совсем. То есть создать вот там в границах Израиля полноценное палестинское государство сейчас вряд ли возможно в принципе. Ну, поживем, увидим, что называется. Вот вы сказали, насколько я понял, что американцы пытались добить могущества Британской империи, в частности, в этом регионе. А какой сейчас у них интерес там? Потому что вот недавнюю резолюцию ООН о прекращении огня в ГАЗе они заблокировали. Сейчас-то у них какие интересы? Ну, мне трудно сказать. Я же не работаю в администрации президента. И, в общем-то, не вхож в высокие кабинеты американской администрации. Я могу лишь делать какие-то предположения. Ну, во-первых, это так называемый управляемый хаос. Хотя мне сам этот термин не нравится, потому что это никакой неуправляемый хаос. Это просто хаос. Сеют хаос по всему миру, поскольку в мутной воде всегда ловится рыбка. Они действуют по этому принципу. И потом, мне кажется, что обострение ситуации на Ближнем Востоке никоим образом не связано ни с Палестиной, ни с Сирией, ни с Израилем, ни с Ливаном, а с прежде всего Тегераном. Американцам очень хотелось втянуть в этот конфликт именно Тегеран, то есть Иран, с тем, чтобы получить повод, видимый повод для нанесения удара по Ирану и, вполне возможно, ядерным оружием, с тем, чтобы условно опробировать это ядерное оружие в деле. Но иранцы не дураки, они прекрасно понимали подоплеку этих событий, поэтому делали все, чтобы не ввязаться в этот конфликт. Вы обратите внимание, что пытались через Хуситов задействовать тот же Иран, через провокации плевания, где находятся активные проиранские силы, ну и так далее, и так далее. Но Иран пока удержался от этой провокации, я считаю, что Иран вот в этой шахматной партии выиграл у американцев. Слышал такое мнение, раз уж речь зашла об этом, что Вторая мировая война, она ведь начиналась примерно аналогичным образом в каком-то смысле, то есть с разрозненных конфликтов в различных регионах мира. А как вы считаете, вот эта вот ситуация на Ближнем Востоке, она может спровоцировать новую мировую войну? На мой взгляд, она уже идет. Просто сейчас она приобрела гибридные формы, то есть она в скрытой, открытой форме, идет уже несколько лет. И главными пенсионерами этой войны являются англосаксы. Не только американцы, но и британцы. Их выход, кстати, из Евросоюза стал первым звонком того, что такая война становится неизбежной. Если вы посмотрите на историю международных отношений, то все крупные мировые войны, они начинались именно с таких вот малых военных конфликтов. Я в данном случае беру, например, историю с наполеоновскими войнами. Они же начинали сначала с походов Наполеона, с так называемых революционных войн. Заметьте, как их называли, в том числе и в нашей историографии. А потом они превратились, эти революционные войны, собственно говоря, в наполеоновские войны. И в масштабах того мира, 200 лет недавности, эти наполеоновские войны действительно имели мировой характер. Если вы возьмете предысторию Первой мировой войны, то эта Первая мировая война тоже начиналась с целого ряда локальных войн, в том числе на европейском континенте. Ну, две балканских войны 1912-1913 годов. И не случайно, кстати, им акции, не только он, называли Балканы пороховой бочкой или пороховым погребом Европы, что именно оттуда полыхнет очередная мировая война. Вторая мировая война – то же самое. Ведь главными бенефициарами этой войны был вовсе не Витлер, а те же британцы. Начали они готовить ее задолго, еще в 1926-1927 году. Здесь наиболее характерный пример – это поведение правительства консерваторов Стэнли Болдуина, который еще в 1927 году, пользуясь фальшивкой Зиновьева, так называемое письмо-комментарно британским шахтерам, разорвали гипотношения с Советским Союзом. И Сталин, поступая в декабре того же 1927 года, на 15-м подсъезде, прямо заявил, что в воздухе запахло новой мировой войной. Правда, тот кризис удалось смегишировать подписанием так называемого пакта Келла-Габриана, это руководителя внешнеполитических ведомств США и Франции, где они выступили с призывом разрешать все международные конфликты не войной, а через дипломатические усилия и договоренности. Советский Союз чуть позже подписал пакт Келла-Габриана. Но именно тогда началась, по сути дела, мировая война. Она бы полыхнула раньше, если бы не Великая депрессия 1929 года. Она отстрочила начало этой войны, потому что мировому капиталу пришлось серьезно напрячь свои силы с тем, чтобы вылезти из этой депрессии. И то до начала войны они так и не смогли эту проблему решить окончательно. Но именно тогда и британцы, и сами немцы, и американцы взяли курс на подготовку цепного пса. То есть того, кто, собственно говоря, и развяжет эту войну. Сначала на эту роль претендовал Пилсудский. Но, как известно, в 1935 году он шел в мир иной. Понятно, что такой цепной сом стал Гитлер. То, что Гитлер предвестил власти не только немецкий, или даже не столько немецкий, сколько британский и американский, партийры и промышленники, это к бабке не хотели. Это уже давно доказанный факт. Тот же Монтегю Норман, глава банка Англии, те же семейства Бушей, Морганов, Рокфиллеров и так далее. Этого есть совершенно неопровершимые факты, доказательства. Потом вспоминайте те же планы Лауса и Юнга о восстановлении германской экономики, создании того же Базельского банка реконструкции Критти, ну и так далее. И потом обратите внимание, что именно после прихода Гитлера к власти начинается, по сути дела, возрушение всей Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, подписывается так называемый Римский пакт, где страны-победительницы признают равный себе побежденную Германию. Затем тот же Болт, который лично пришел на пункт премьера в 1935 году, подписывает с Гитлером договор о морских вооружениях, по которому нарушается одна из ключевых статей Версальского соглашения, немцы получают право создать свою военную морскую плату. В следующем 30-м году происходит ремилитаризация Украинской области, это индустриальное сердце Германии, ну и так далее, и так далее. Ну и в результате они своими руками стапали вот этого монстра под названием германский нацизм, с тем, чтобы направить его на Советский Союз. Но они, правда, посчитались в своих. В построениях и прогнозах им пришлось тоже столкнуться с Гитлером, причем раньше, чем с Советским Союзом. А потом, когда ситуация шла до Цугутера, они даже вынуждены были пойти на военный союз с Советским Союзом, посчитали, что для них Гитлер представляет гораздо большую угрозу, чем Советский Союз. Но они никогда не выбрасывали из своих планов идею ликвидации и уничтожения нашего государства. Это совершенно очевидно из того же плана немыслимая подготовка, которого американское военное командование стало по поручению самого Черчилля еще до окончания войны. То есть еще шли бои по территории Германии, в самом Берлине, а этот план уже разрабатывался. Ну, мы хорошо знаем о содержании планов атомных бомбардировок советских городов, которые в огромном множестве лепились в штабах американской армии, ну и так далее, и так далее. А они влетели, я имею в виду западный мир, в очередной всеобщее экономический кризис и вынуждены были сами-сами инициировать политику разрядки. А потом все по-новому. Потом, значит, развал Советского Союза, введение с США, слон в посудной ладке. Ну вот мы и докатились, значит, вот до нынешней ситуации. И потом тут еще важное обстоятельство. Понимаете, дело в том, что создание новой системы международных отношений, это показал исторический опыт еще со времен создания Вествальской системы по окончанию 30-летней войны в Европе 1648 года. Так вот, создание новых международных систем, значит, международных отношений, оно всегда происходит по итогам крупных военных конфликтов. Вот Вествальская система, потом, значит, после Плёвовских, Вангенская система, потом Версальско-Вашингтонская, Ялтинская-Потздамская, понимаете, Ялтинская-Потздамская система, я не понимаю, у нас, ну, как бы, не увидели этого и сделали вид, что не увидели. Но Ялтинская-Потздамская система, она ведь рухнула с гибелью Советского Союза. Ведь кроевольным общением этой системы был фельсинский заключительный факт, юридически закрепивший все послевоенные границы в Европе. Но с гибелью ГДР, с распадом Югославии, потом с распадом Советского Союза и с распадом Словакии, то есть хронологически это 89-92 год. Вот эта Ялтинская-Потздамская система была разрушена. Она уже де-факто перестала существовать. Значит, по логике вещей надо было создавать новую систему международных отношений, которая пришла бы на смену этой системе. А ее никто не стал создавать. Американцы решили, что теперь все, они монополисты в мировой арене и никакая система международных отношений не нужна. И вот они пытались все эти 30 лет хозяйничать на мировой арене. Ну и понеслось, поехал. Вот, значит, война с Грузией 08-08, да? Вот, значит, все события связаны там с той же Сирией. Потом переворот на Украине. Вот. Что-то по-другому. Но фактически вот это те самые локальные войны, которые стали предвестниками новой, по сути дела, Третьей мировой войны. Вот эта война, которая сейчас идет, она неизбежно закончится созданием новой системы международных отношений. Я не знаю, как она будет называться, но она будет называться, видимо, по месту подписания соответствующих соглашений и договоренностей. Но то, что такая система неизбежно возникнет, то эти бабки не хотят. А как вы считаете, что в этих условиях, когда будет сформирована новая система международных отношений, ждет ту же ООН? Она канет в историю или будет существовать параллельно новой системе? Ну, тут дело-то не в названии. Можно создать ООН-2, условно говоря. То есть надо просто... Понятно, что такая организация как ООН будет существовать. И там будут прописаны права и полномочия главных бенефициаров новой системы международных отношений. Но вероятнее, с учетом опыта, который мы поимели и в 20-м, и в 21-м веке, значит, механизмы реализации тех же резолюций, они будут пересмотрены, ужесточены и будут созданы реальные рычаги задействования этих механизмов, потому что вот опыт ООН, он показал. Ну, принимайте резолюции, и что дальше? Есть право вето у постоянных членов ООН. Что дальше? То есть если такое право существует, значит, с какой бы инициативой противная сторона не выступала, эта инициатива всегда будет заблокирована. Значит, этот механизм не работает. Ну, и так далее, и так далее. Поэтому дело не в названии той организации и не в ее таком внешнем, что ли, выражении. Можно ее назвать как угодно, хоть Королевский совет или Императорский конвент, условно говоря, а дело в содержании. Но то, что такая структура по итогам нового мирового конфликта будет создана, я не сомневаюсь в этом. Вот вы сказали, что прежде чем сделать ставку на Гитлера, в роли вот этого так называемого, как вы выразились, цепного пса, видели Пилсудского. Да. А можем ли мы говорить о том, что и современную Польшу рассматривают в роли такого цепного пса? Не просто рассматривают, а готовят сознательно. То, что сейчас в Польше находятся у власти идейные Пилсудчики, это 100%. Причем у них там всегда находились антисоветчики, начиная с краха народной Польши. Что вы думаете, Туск, он более комплиментарен, что ли, по отношению к России? Да нет, конечно. Просто он менее агрессивен, внешне менее агрессивен. А так они друг другу стоят, что называется. Но здесь специально привели к власти именно идейных наследников Пилсудского. А что собой представляли идейные воззрения самого Юска Пилсудского? У него была одна голубая мечта, которая пронизывала всю его жизнь. Воссоздание речи Посполитой от Можи до Можи в границах 1772 года. Это что означает? А то, что в состав Польши должны были вернуться не просто там западная Украина, но все земли, которые были утеряны по разделам Польши, включая правобережную Украину, Белоруссию, Литву, ну и далее по списку. Вот. Эта идея до сих пор берегит головы всех этих Пилсудчиков. Поэтому их и приводили к власти. Именно с этой целью. Другое дело, что у них опять пошло что-то не то. Но поживем, посмотрим. Но я думаю, что сейчас, вы знаете, настроения в Польше, они явно, значит, не радужны по разным обстоятельствам. Вот. Потому что и пропаганда уже не так работает. Вот. И потом, своя рубаха ближе к телу, они тоже это понимают. Потом, посмотрите, вот сейчас ситуация с кризисом на границе между Польшей и Украиной. Так что, любовь прошла, пропали помидоры, называется. Да, что интересно, Польша ведь позиционировалась чуть ли не как союзник Украины номер один, а получилось как получилось. А это получилось, понятно почему. Почему, слушайте. Потому что одно дело, когда вот эта любовь и дружба имеет глубинный корень, и совсем другое, когда это исторический спектакль. Он рано или поздно заканчивается. Любой спектакль, он рано или поздно заканчивается. Но вот этот спектакль, он маленько затянулся со всеми этими лапызаниями, объятиями и все такое прочее. А теперь поверху всплыли настоящие шкурные интересы поляков. Они всегда украинцев рассматривали как хлопов. Всегда. Это, по-немецки говоря, унтерменьш для них. Да и у самих поляков исторических претензий к украинцам более чем достаточно. Естественно. Но одна волынская резня чувствует. За которую, кстати, киевское руководство, по-моему, так особо и не извинилось, насколько я понимаю. Но оно и не будет извиняться, потому что организаторами этой резни были бандеровцы. Но как вы будете приносить извинения польской стороне за ту акцию, которую организовывали ваши национальные герои? Вы что? Это вообще тогда будет полнейшая шизофрения. Они сами себя загнали вот в эту шизофрению. Сами, своими руками. Я не буду сейчас объяснять мотивы всего этого. Так что вот таким образом. Как вы считаете, что, в принципе, исходя из всего вышесказанного про конфликт на Ближнем Востоке, заинтересованность США в нем, вот эти вот ссоры между Польшей и Украиной ждет Киев в плане поставок вооружения и финансовой помощи? Ну, то, что их будут подкармливать, это однозначно. Но объемы, значит, вот этой кормежки, их пасают просто на холодный паек и все. Держать будут до последнего. С тем, чтобы изматывать Россию, с тем, чтобы ее ресурсы, так сказать, понятно, да? Но уже вот того золотого дождя, той манны небесной, которую они рассчитывать не будет, это 100%. Да и потом внутри уже самого украинского общества, вот эта вот уря-патриотическая пелена, она спала. Они уже многие начали прозревать, что они просто стали игрушкой в чужой игре, что они воюют не за интересы собственной страны, а за интересы саксов. Кто их использует, пусть на меня мясо. Ну, на переговоры они все равно упорно не идут почему-то. Ну, во всяком случае, во всеуслышание заявляют о том, что нет, переговоров не будет. Значит, то, что касается переговоров. Ну, Зеленский сам себя загнал в тупик, и даже не потому, что он подписал вот этот дурацкий указ, который запрещает ему самому. Слушай, а что он один указ подписал? Я бы на его месте каждый день подписывал такие указы. Вот этот запретить, то запретить, там, макароны есть, например, запретить, или русскую квашеную капусту запретить есть, там, пельмени какие-нибудь. Мне кажется, он должен в этом отношении, так сказать, подтянуться. Даже не потому, что он подписал вот этот вот указ дурацкий, а потому что в случае, если он пойдет на переговоры, ему свое население задаст вопрос, а ты что, дурацкий, назад ты не пошел на них? Ты зачем уложил в могилы тысячи наших людей? Ты зачем убил моего отца, моего сына, моего брата, мою сестру и т.д. и т.п.? Вот что произойдет. Поэтому он и находится тут с вами. То есть какой бы ход он сейчас ни сделал, он для него будет проигрышный. Вот и все. А американцы, как главный укловод, они тоже не идиоты. Они понимают, что, значит, пан Зеленский, он уже отыгранная карта. Они просто сейчас между собой гадают, на кого бы его сменить, потому что есть, значит, группировка. Говорят, что это британцы, не знаю. Может, это так, может, нет. Которые ставят заложенного. Почему? Дело в том, что авторитет армии еще в украинском обществе достаточно высок. А кто-то делает ставки на другие фигуры, но более-менее раскрученные. Там что-то ни с того ни с сего. Там Кличко вынес. На Порошенко, на Тимошенко и так далее, и так далее. То есть они лихорадочно ищут какую-то более-менее отплатную замену, который мог бы исполнять их интересы. Отнюдь не интересы украины. Они просто должны будут выполнять то, что в конце концов решат в Вашингтоне. Значит, этот вопрос неизбежно будет решен к выборам. То есть к лету 24-го. Потому что реальная предвыборная кампания в Америке начнется летом 24-го, когда уже будут проходить настоящие праймеры в обеих партиях, и когда уже будет на старте президентская гонка. Ноябрь – это начало ноября, это лишь финальная точка в этих выборах. А им нужен люфт во времени хотя бы 2-3 месяца. И чтобы такой люфт получить, значит, это надо как минимум к августу все это дело прикончить. Я имею в виду нынешнюю администрацию. Не республиканцам, а нынешнюю администрацию. Республиканцам как раз выгодно, чтобы это все дело продолжалось, чтобы Трамп или кто-то другой из их партий на белом коне вот так вот одним щелчком ворвался в Белый дом, понимаете. А действующей администрации этот вопрос надо решить. У них фактически в запасе осталось всего полгода. Вы думаете, что у Трампа есть какие-то шансы? Даже не то, чтобы вот так вот щелчком, а в принципе каким-то образом вернуться в Белый дом. А в Америке такое бывало не единожды. Да, в Америке это вообще один из элементов так называемой политической культуры. Слово «культура» я беру в большие жирные кавычки. У них убили уже ни одного президента. И покушения были тоже ни на одного президента. Но далеко в историю ходить не будем. У нас просто сейчас мало кто помнит, что было покушение на Рональда Рейгана. И он чуть не умер. Там было довольно тяжелое ранение. И таких покушений было полным-полно. Я уж не говорю про убийство того же Рузвельта. Потому что сейчас все больше и больше фактов, что Рузвельт был отравлен, что он не своей смертью умер. Его просто убрали, чтобы он со Сталином после войны не подружился в засос, что называется. А Сталин, насколько я знаю, в принципе был не против сотрудничать с Рузвельтом. Да, да, да. Больше того, там была договоренность очень серьезная. После войны американцы нам выделят кредит. Сначала речь шла о 6 миллиардах, потом о 10 миллиардах долларов. Это по тем временам колоссальные деньги. И, значит, Сталин действительно был нацелен на установление дружеских, партнерских отношений с американцами. Вот. А это очень напугало, ну, понятно, кого. Которые, собственно говоря, и дали отмашку на убийство Рузвельта. Ну, и дальше, смотри, Кеннеди. И одного, и потом Роберта Кеннеди убили. Потому что, если бы считать тоже второго президента, потому что, если бы его не убили, он тысячи процентов, тысячи процентов стал бы новым президентом Соединенных Штатов. Понимаете? Так что здесь господину Трампу надо вот опрячься, что называется, и последний год особо. Хотя, вы же понимаете, если поставить перед собой цель кого-то грохнуть, то никакая охрана, что называется, не поможет. Ну, поживем опять и увидим. Ну, Трамп это прекрасно понимает, я так думаю. Но тут вопрос еще о чем. Когда проводят вот эти всякие опросы, так называемые, социальные в Америке, то там у Трампа перед Байденом подавляющее преимущество. Вы думаете, что демократы, они как бы не будут принимать в расчет ту, ну, назовем это, народную поддержку, которой пользуется Трамп? Нет, они будут, конечно, принимать в расчет и будут делать все, чтобы поддержку снизить. Но если у них, условно говоря, это не получится, то они пойдут и на крайние меры. Ну, просто проигрыш Трампа, ну, проигрыш, тут тоже, наверное, надо взять в кавычки. На предыдущих выборах Байдена он закончился штурмом Капитолия. А его убийство, оно наверняка спровоцирует что-то более серьезное в американском обществе. Ну, вполне возможно, мне опять-таки трудно сказать. Ну, вполне возможно, да. Ну, они, опять-таки, смотрите, это вот об уровне деградации политической элиты вообще, в целом, в мире, которые мы наблюдаем последние 30 лет. Это вот неспособность просчитать шаги вот даже на один-два шага вперед. Я уж не говорю на три-четыре там, понимаете. На то, что были способны политики в 20-м веке, в 19-м даже. Посмотрите, какие многоходовки делали, какие плели, так сказать, кружевая. А сейчас все делают опорно, думают, что народ отупел. Хотя в большинстве своем народ тоже отупел. Вот эта вся система, так называемая Болонская система образования, все это ЕГЭ, это было как раз направлено на утупление народа. Я думаю, что это коснулось и Белоруссии в какой-то степени, но в меньшей степени. Это 100% коснулось Украины, вот это в значительной степени коснулось России. И сейчас вот происходит какое-то понимание этого. А ведь на исправление этой ситуации надо ни год, ни два. Это надо опять-таки десятилетиями, понимаете. Я поэтому и говорил, что мы сами себя взяли за шкирку и с какого-то бодуна окунули в то, что было в нашей стране 100 лет назад. Это вот Марксовая спираль. Не по пути прогресса, а по пути регресса, вот туда. Говорят, да нет, нет, что нет, нет. Посмотрите, как рушился античный мир, та же Римская империя, и что произошло в Европе, когда на руинах античного Рима возникли так называемые варварские государства, темные века, средневековье. Вот то же самое происходит и сейчас. Так что вот так вот. Хорошо, что осознание-то пришло потихоньку, оно приходит, оно еще окончательно, оно потихонечку приходит. И мы возвращаемся к нашим лучшим историческим традициям, с учетом нашего опыта. Надо побыстрее вообще хотя бы вот это осмысление. Поэтому у нас на официальном уровне прекратилось вот это тотальное охаивание советского общества. Вот ваш президент, кстати, 7 ноября выступал, и его выступление поддержали здесь, в России, ну чуть ли не 90% населения. Сказали, что вот человек абсолютно правильно сказал, что дал октябрь 17-го года нашей стране, нашей большой стране, в том числе и Белоруссии. И вот это, кстати, сильная черта Лукашенко, который не занимается вот этим тупым, абсолютно бесперспективным антисоветизмом. Абсолютно бесперспективным. Вот. Но сейчас у нас, понимаете, тут дело-то в том, что у нас, к сожалению, политическая элита, она переворачивается в воздухе. Вот. По щелчку, что называется. Держит нос. А у них вот глубинного осознания того, что они ошибались, заблуждались, на мой взгляд, так же не произошло. Это чревато тем, что при смене какой-то политической конъюнктуры они так же легко перевернутся на 180 градусов, понимаете? Ну, первое десятилетие после распада Советского Союза очень по-разному проходило в Белоруссии и в России. У нас же тоже пытались продвигать и приватизацию, и насаждали национализм под этими белокрасно-белыми флагами. Просто в России подольше это продолжалось. Ну, не просто подольше, а значительно подольше. У вас Лукашенко в 94-м, по-моему, пришел. Но если по-большому вот так вот на весах взвесить место и роль Лукашенко в современной истории, даже на всем постсоветском пространстве, я считаю, что это один из самых эффективных президентов страны, который, вот это очень важно, который работал всегда на интересы своего народа. Не на интересы там поляков, американцев, англичан, и даже России. Но даже он конфликтовал с Россией, отстаивая интересы своего народа. При этом никогда не противопоставлял белорусов и русских, никогда не противопоставлял Белоруссию и Россию, потому что он вот здесь понимал, что реальным гарантом независимости Белоруссии может быть только Россия. Только Россия. Но он неоднократно говорил, что на Западе мы никому не нужны. Абсолютно. Абсолютно. Разорвали бы клочья или просто посадили бы марионеточный режим. И, ну, понятно, мы это все видим по тем же Прибалтийским Эмиратам. Ну вот, если возвращаться все-таки к теме этих предстоящих выборов в Америке, Трамп говорит о том, что закончит войну в Украине буквально за один день. А как вы считаете, это просто предвыборный популизм или он действительно полагает, что американцам это просто не нужно? Нет, нет, я думаю, что второе. Он с самого начала это говорил и заявлял. И надо сказать, что его первую конденцию, как говорят, первый срок, он ведь, по сути дела, Украину игнорировал. Там на каком-то среднем уровне какие-то шли контакты, поддержка и так далее. А он, собственно говоря, он ее вообще никогда не воспринимал серьезно. И потом тут надо иметь в виду, что для Трампа в подлунном мире существует два непримиримых врага Америки. Китай и Иран. Все. Он считает, что главная задача Америки – это раскритаться. И второе. Он совершенно по-иному видит место Америки в современном мире. Он не считает, что Америка должна оставаться в Европе. Он считает, что Америка должна быть хозяйкой своего полушария. И он в своих вот идейных установках все-таки сторонник доктрины Монро. Задний двор Америки – это латинская Америка. И вот там надо сосредоточить все основные внимания и интересы. И плюс это, конечно, поднятие промышленного, прежде всего, потенциала Соединенных Штатов. А отсюда его такая вот катастрофическая нелюбовь к Китаю. Потому что значительная часть промышленной продукции в самой Америке – это китайская продукция. А именно из-за этого, собственно говоря, на бок легла и американская промышленность. То есть здесь все взаимосвязано. Здесь вот, кстати, ярчайшие проявления правоты марксистов, которые говорят о том, что именно общественное бытие определяет общественность. Вот и все. Понимаете? И он, хотя того не хотя, по сути дела является марксистом, хотя терпит, может, коммунистов. И более того, он считает, что Демократическая партия США – это агент мирового коммунизма на территории США. Понимаете? Что ж, Евгений Юрьевич, спасибо вам большое за эту беседу и за то, что выделили время для разговора. Да, всего доброго. Я пожелаю и всем гражданам Беларуси, и нашему дорогому белорусскому народу мира, процветания. С огромной симпатией всегда относился к нашим братьям. И всегда буду относиться именно таким образом. Они во многом пример, в том числе и для России. Редактор субтитров А.Семкин